Друзья, я приветствую вас на нарративном раскладе. Сегодняшняя наша тема – его честный разговор с тобой. Сегодня у нас будет просто абсолютно свободный, спонтанный рассказ. Все то, что он вам не осмеливается озвучить, рассказать, может быть, даже в каком-то смысле боится себе в этом признаться, сегодня посредством замечательной волшебной авторской колоды «Кинокадр» он вам попытается рассказать. Через те интерпретации, которые у нас будут появляться в поле. Пожалуйста, как всегда, очень внимательно прислушивайтесь к тем мыслям, чувствам, которые будут озвучиваться. Ну и попробуйте как-то понять, является ли это для вас подсказкой от Вселенной. Или это скорее что-то, что не относится ни к вам, ни к вашей истории. И то, и то будет ответом и подсказкой. Итак, с чего он хочет начать сегодняшний рассказ? Во-первых, он хочет сказать, что он на вас невероятно зациклился. Вы постоянно находитесь в поле его внимания. То есть, где бы вы ни появлялись, вполне физически или как-то виртуально, да, метафизически, он вас ищет, он находит про вас информацию. Ну, элементарно, да, как-то мониторит ваши социальные сети, очень следит и не выпускает из внимания все, что с вами происходит. Он говорит, что его даже в каком-то смысле, вот, говорю, как идет информация, достало то, что он к вам так привязан. И ему бы уже хотелось бы как-то жить дальше. Да, вы сейчас по какой-то причине не вместе, не можете выстраивать отношения в каком-то нормальном, удобоваримом формате. Вот он чувствует, что вы его приручили в каком-то смысле. Что он привык, вот, как какую-то, знаете, как мантру, как какой-то ежедневный ритуал. Вот именно начинать с того, что интересоваться. А что у вас там, а как у вас там. Очень ему как бы тяжко хотелось бы освободиться. Он сейчас находится в какой-то степени повышенной, знаете, мобилизацией такой. То есть он как бы как на стрёме, на готове. Причем готовность у него, вот, такой-то амплитуда разбега по готовности. Либо вообще все бросить. Да, вот как вот метафорически, вот эту банку с лестницей. То есть вообще отказаться. Либо как-то разделаться, расправиться с какими-то обстоятельствами в жизни, которые мешают, например, вам как-то двигаться к какому-то ясному формату, что ли, общению. То есть он сейчас вот в какой-то предельной концентрации. Он, безусловно, в вас влюблен. Причем это любовь такая, да, вот, про которую слагают легенды. Вот что-то наподобие висцайской истории. Причем, если вы помните сами, да, вот эту историю. Это же история мезальянса, да, то есть американец и пуэрториканка. То есть есть, видимо, в вашей истории что-то такое, что делает не вполне, что ли, возможным ваш союз. Есть какая-то зримая разница. Есть что-то, что мешает. Ну, самое простое, не знаю, там, разница в возрасте большая. Или, допустим, то, что вы живете в разных городах. Но тяга от этого, конечно, меньше не становится. И эта история любви, она в его голове продолжает жить. Ему, как сказать, вот эти все странные дела, которые между вами происходят, они его очень изматывали. Потому что, когда есть история любви в реальности, да, она постоянно подпитывается. Она подпитывается какими-то взаимными знаками внимания, возможностью получить какое-то физическое удовлетворение, моральное удовлетворение, эмоциональное. Здесь у вас сейчас пока такая ситуация, что вся энергия, она просто выхолощивается, да, и вы в результате выглядите как два вот таких измученных человека, измученных каким-то непониманием, что происходит. Измученных неясностью перспектив. Что еще он хочет вам сказать? Очень много сексуальной энергии в его мыслях, да. Очень много фиксации на вашей внешней привлекательности, на желании к вам прикасаться. Очень много эротических фантазий его посещает. В общем-то, о красоте у всех представления очень разные, но он в каком-то смысле вас назначил иконой красоты. Вот в своем каком-то этом воображаемом пантеоне. Но его азарт в вашу сторону не ослабевает. Ему интересно. В общем-то, знаете, для некоторых людей вот эта вот ситуация невозможности, она, ну, как-то вот этот вот адреналин разгоняет еще больше и включается какой-то такой азарт. То есть он от этой истории отказываться пока не собирается. Ну, видите, вот и как будто бы в вас он тоже считывает человека, который любит какие-то такие непростые, нетривиальные истории. Как будто бы он в вас нашел родственную душу, которая тоже, так же, как Алиса в «Стране чудес», ищет что-то для себя в плане ощущений. Острое, яркое, запоминающееся, не фиксируется только на какой-то бытовой стороне вопроса. Временами он чувствует себя очень одиноко в таком, знаете, в вакууме, в прострации, в невозможности ни с кем разделить свою вот эту печаль. Что-то мне подсказывает, что, может быть, это человек, который сейчас параллельно еще в каких-то отношениях находится, да, и это история такого одиночества вдвоем, когда какие-то очень сильные эмоциональные переживания приходится проживать в одиночку. Он фантазирует о том, что в ближайшее время у него будет возможность, ну, вот что-то вроде такого сюжета из фильма «Укращение строптивы» произвести с вами. То есть, ну, это может быть банально даже до каких-то вот, опять же, эротических фантазий на ваш счет, да, потому что здесь уж очень явная такая картина, до момента вот какого-то вашего взаимного перевоспитания. То есть, он уже чувствует, что эти отношения ваши очень сильно внутренне поменяли и его, и как будто бы вас, потому что вы когда-то ему уже, может быть, даже признавались в том, что вот эти ваши отношения, ну, какой-то определенный рубеж воссоздали в жизни, да, как будто бы до и после. Здесь у нас кадр из фильма «Назад в будущее». Знаете, это, наверное, карта, говорящая о том, что ваши отношения могут носить какой-то цикличный характер, хаотичный. Вы то встречаетесь, то расстаетесь, то потом опять друг про друга вспоминаете. То есть, это история нелинейного повествования. Это не то, чтобы встретились, поженились, родили детей, и жили долго и счастливо, значит, пока не умерли в один день. Нет, это история бесконечного проигрывания одного и того же сценария, как будто вы возвращаетесь в похожие обстоятельства и пытаетесь доиграть то, что у вас не получилось доиграть раньше. Вот появляется у нас эта игра. На игре вы оба помешаны, да, играете с чувствами, играете с эмоциями друг друга, стараетесь сделать так, чтобы было интересно, было интересно вам, интересно партнеру. Может быть, конечно, карты и про созависимость в какой-то мере, но это история очень динамичных, активных таких отношений. Это не стоячая вода, это не болото, точно. Вот оно, вечное сияние чистого разума, да, по-моему, так этот фильм у нас называется. Очень многое в ваших отношениях умозрительно, к сожалению, да. Сейчас вы больше зациклены на каких-то фантазиях, иллюзиях, на каком-то проектировании, чем на возможности все это претворить в реальности. Но на ментальном плане ваша связь не ослабевает. В каком-то смысле вы друг для друга, ну, не случайно возникшие в жизни каждого, значит, люди, вы учите друг друга. Вы каждый для другого выполняете какую-то вот такую функцию кармического урока. Каждый что-то привнес в жизнь другого. И в этом смысле, ну, как будто бы трансформируетесь. Не очень мне нравится выражение там «лучшая версия себя», потому что вы в любой момент времени равны себе, да. Но вы как будто бы имеете возможность друг об друга получать какой-то новый, очень значимый опыт. Карта паразитирования. Возможно, ваша история в какой-то момент прервалась из-за того, что кто-то почувствовал явное нарушение баланса в отношениях. Кто-то слишком много потреблял и пользовался, да, другим, ничего не давая взамен. Или предлагал такие условия общения, что хотелось вообще всю эту историю очень быстро закончить. Еще он вам хочет сказать, что сейчас в его жизни вообще мало что происходит. Она превратилась в такую вот очень упорядоченную, устаканенную, временами скучную. Но, вероятно, он сейчас с вами не видится. И единственная его возможность – это либо как-то мечтать на ваш счет, либо фантазировать, либо видеть во сне. История ваша напоминает что-то такое мистическое и загадочное, начиная от ситуации вашего знакомства. Это было что-то необычное, да. Либо очень такая вот случайная встреча там, где вы не ожидали. Либо встреча через очень большое время, да, когда вы уже вообще потеряли друг друга с радаров и забыли. Были знакомы, и там через 10 лет вдруг бац, и где-то там встретились. То есть оно наполнено какими-то загадками. Да, он опять нам хочет сказать про то, что он сейчас попал вот в это вот колесо Беличье, да, в этот день сурка. Ничего в его жизни не происходит, ничего не меняется. И как будто бы ему уже очень хотелось бы, чтобы в его жизнь ворвались какие-то перемены. Вот они и перемены. Видит он вас, конечно, такой очень важной фигурой в своей жизни. Хотелось бы ему этот вот любовный дуэт вместе с вами разыграть. Хотелось бы, чтобы ваша история воплотилась в жизни. В общем, держит он вас на прицеле, помнит. И, безусловно, вами и любуется, и он вами очарован. На его что-то такое, вот знаете, то, что выпадает из какого-то повседневного контекста его жизни. Что-то такое необычное. Может быть, даже то, что его на ментальном уровне поддерживает, да, помогает ему оставаться на плаву эмоционально. Сейчас он вознамерился, знаете, как-то все-таки эту формулу притворить в реальность. Он долго ломает голову, да, вот над всеми этими логическими загадками, как у вас так это все получилось, куда это все клонится, куда это все вырылить. Но как будто бы ему тяжеловато сейчас оставаться только в своей собственной голове, наедине со своими фантазиями. И сейчас он попробует распутать эту историю и, в общем-то, сделать ее более явной и реальной. Он очень радушно к вам настроен. Я не знаю, что между вами произошло, бывали какая-то ссора, есть ли сейчас между вами пауза. Но он говорит, что что бы ни происходило, я открыт. Я хочу с тобой взаимодействовать. Я в этом очень заинтересован. Я настроен к тебе очень положительно. Я испытываю к тебе не только вот это любовное притяжение, но и человеческую большую симпатию. Хочется сейчас какое-то организовать действительно сотрудничество. Что-то совместно спланировать. Вот как будто бы есть усталость от этой ситуации, когда каждый по отдельности, каждый сам по себе что-то там фантазирует. Хочется объединить усилия и как-то вот эту всю историю уже сдвинуть с мертвой точки. У него чемоданное настроение в буквальном смысле. Он в ожидании, в готовности. Он готов к действиям. Что еще он нам хочет сказать? Видите, на всех парах он мчится в вашу сторону. По-моему, в ближайшее время будет какое-то явное проявление с его стороны. Итак, вот его честный рассказ для вас. Давайте с вами возьмем еще несколько карт из колоды светлых провидцев. Что еще они нам помогут узнать о его вот этом внутреннем диалоге, который он постоянно с вами ведет? Что еще честно он хочет вам рассказать? Он, безусловно, мечтает о том, чтобы вы объединились, чтобы вы были вот этой вот семьей, чтобы наступило благоденствие, чтобы вы перестали разыгрывать какую-то такую проходную, несерьезную историю, чтобы все было по-настоящему, чтобы все имело перспективы, какие-то дальнейшие совместные вот эти семейные планы. Ну, конечно, безусловно, все это подогревается невероятным притяжением сексуальным с его стороны. Знаете, ну вот его этот дьявол, по-моему, очень сильно сейчас будет подталкивать на какие-то более активные проявления в вашу сторону. Опять же, у нас карта здесь содружества, сотворчества, каких-то совместных действий. Он хочет, чтобы ваши отношения не только были на фоне вот этого сексуального притяжения, чтобы у вас были какие-то совместные дела, может быть, общий дом, да, или какое-то общее увлечение, чтобы вы, условно говоря, не только в кровати встречались, но еще у вас был какой-то совместный досуг, что-то вместе делать, например. Ну и вот, да, безусловно, получать совместные какие-то удовольствия по девятке Пентаклей, наполнять свою жизнь какими-то эстетическими радостями. Устал он, короче говоря, подглядывать из-за угла. Он хочет открыто вами любоваться, может быть, даже хочет вами хвастаться, говорить, вот это моя женщина, которой я безумно грежу, мечтаю, которой я сейчас скучаю. Девятка жезлов – это, ну, такая карта, знаете, перестраховки в каком-то смысле, потому что действовать активно хочется, но и облажаться, грубо говоря, тоже не хочется. Поэтому сейчас, вот опять же, по Шерлоку Холмсу, который у нас тут в лице Бенедикта Кимбербэтча появлялся, хочется так выстроить это все, вот знаете, так логически все простроить, чтобы комар носу не подточил, чтобы все было прям как по нотам разыграно. Ну и что же еще? Вот он, да, вот он наш король кубков, который невероятно у нас сейчас поглощен своими эмоциями в вашу сторону, и который, ну, не может, собственно говоря, ни на что другое переключиться, потому что он поглощен вот этими чувствами в вашу сторону. Вот такой у нас сегодня получился честный рассказ. Ну, надеюсь, что вы какие-то подсказки, ответы для себя получили. Я вас сердечно благодарю за донат. Это невероятная поддержка для меня и возможность разнообразить вот эту вот великолепную галерею сюжетов и иллюстраций. Мне самой большое удовольствие доставляет их рассматривать и озвучивать для вас. Благодарю за лайки, за комментарии. Я все читаю. Рада, что вам резонирует. И традиционно приглашаю вас на следующий нарративный расклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова